Умеренный рост за счет дополнительной поддержки. Доходы региональной казны увеличились более чем на 297 миллионов рублей. Средства на безвозмездной основе поступили из федерального центра. Поправки сразу в двух чтениях приняли депутаты губернской думы на пленарном заседании. На что потратят бюджетные деньги, расскажет Виталий Портнов. 13-е пленарное заседание депутаты губернской думы начали с минуты молчания. 2 июля на трассе Альметьевск-Заинск в страшном ДТП погибли 14 человек. Среди них 6 жителей Самарской области. Председатель регионального парламента подчеркнул, всем родственникам погибших из резервного фонда губернатора выплатят по 1 миллиону рублей. Сумму до 500 тысяч получат пострадавшие. Мы глубоко оскорбим вместе с семьями погибших, разделяем с ними горечь, невосполнимые утраты и желаем скорейшего выздоровления всем нашим пострадавшим. Главный вопрос на повестке изменения в бюджет. Доходы региона выросли более чем на 297 миллионов рублей. Деньги на безвозмездной основе поступили с федерального центра. С учетом предложенных изменений, расходы областного бюджета в 2017 году составят 152 миллиарда 110,5 миллионов рублей. Доходы 148 миллиардов 818 миллионов рублей. Размер дефицита бюджета, утвержденного на текущий год, и параметры бюджетов планового периода не изменятся. Министр управления финансами региона отметил, что более 1 миллиарда рублей удалось сэкономить за счет сокращения расходов на содержание органов власти. В результате обсуждения сразу в двух чтениях было принято решение перераспределить и направить средства на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу, а также на строительство, ремонт и техническое оснащение социальных объектов, прежде всего больниц, детских садов и школ. Все средства будут направлены, с одной стороны, на решение непосредственных задач, которые имеют принципиально социально важное значение. С другой стороны, эти средства будут направлены на решение долгосрочных задач. То есть это то, что в конечном итоге капитализирует нашу экономику и будет работать на многие-многие годы вперед во благо жителей Самарской области. В рамках принятых поправок будут снижены и затраты на обслуживание государственного долга области почти на 500 миллионов рублей. Этого удалось добиться благодаря досрочным погашениям банковских кредитов и заключению дополнительных соглашений о снижении процентных ставок по бюджетным кредитам. Также на заседании депутаты познакомились с новым начальником областного главка. Александр Иванович Винников доложил о проделанной сотрудниками полиции работе по итогам прошлого года. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 10,2% и на 4,1% средней тяжести. Доля расследованных преступлений также возросла практически по всем составам. Вышли среднероссийского и окружного показателя общая раскрываемость преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Новый начальник областного главка отметил, что обстановка в регионе в целом стабильная. Но главная задача – снизить количество преступлений, увеличить раскрываемость и продолжить борьбу с незаконным производством и продажей алкогольных напитков. Также нужно приложить максимум усилий для обеспечения правопорядка в момент проведения чемпионата мира по футболу. Виталий Портнов, Сергей Костин. Новости губернии. Новости губернии.